Здравствуйте! Все знают про весенний праздник Ханами, цветение сакурой в Японии. Поклонники Востока знают про осенний праздник Мамидзе, сезон красных клёнов, когда вся страна любуется сменой зелёной окраски листвы на оранжево-красную осеннюю. Но лишь немногие знают, что у нас может быть своё Мамидзе. Пускай классические японские клёны, такие как клён Широсавы, веерный японский, не очень комфортно чувствуют себя в нашем климате, но ведь этими видами семейство не ограничено. Как минимум 9 видов прекрасно растут в Ленинградской области. Среди них есть крупные деревья и большие кустарники, есть виды с очень эффектной кроной и необычной листвой, а их осенняя окраска ничуть не уступает братьям с японских островов. При желании праздник осени можно устроить, не покидая страну. О многообразии клёнов сегодня пойдёт речь. Начать хочу со всем известного клёна астролистного или платановидного. В природе растёт в лиственных или смешанных лесах небольшими группами, предпочитая воздухопроницаемые почвы, избегая мест с высоким уровнем грунтовых вод и длительного застоя влаги. Осенняя окраска преимущественно жёлтая, крайне редко красная. Интересным моментом может стать тот факт, что клён астролистный занесён в Красную книгу Карелии, а вот для Северной Америки он представляет определённую угрозу. Если у нас с вами он не образует чистые леса, то там наоборот, астролистный вытесняет очень похожий на него клён сахарный и некоторые другие местные природные виды. Происходит это из-за поверхностной корневой системы, которая оттягивает на себя воду и питательные вещества. А ещё так уж получилось, что дикие животные предпочитают клён сахарный, а не астролистный. Курьёзом можно считать тот факт, что крупнейшая сеть садовых центров Мейера в США вообще отказалась от продажи астролистных клёнов, даже сортовых. А сортов много. Никаких! Вообще, используя только сорта астролистного клёна, можно получить незабываемую картинку, как летом, так и осенью. Один из моих любимых сортов – это друмонди, выведенный в Шотландии. Традиционный лист с белым окремлением. Или Дебора. Весной лист пурпурный, летом зелёный с красноватым оттенком, а осенью – жёлто-оранжевый. Или популярный Роэл Ред с красным листом в течение всего лета. А Голден Глоб. Весной распускающийся лист персикового цвета, затем ярко-жёлтый, далее светло-зелёный, есть момент, когда все три цвета присутствуют одновременно. Это фантастическое зрелище. Ещё одним интересным видом можно считать клён красный. Не путайте с краснолесными сортами астролесного клёна. На красных черешках сидят трёх-пятилопасные небольшие листья, светло-зелёные сверху и слегка беловатые снизу, иногда даже почти сизые. Но особенно красный клён красив осенью. Прежде чем окончательно покраснеть, лист становится жёлтым, оранжевым, алым. Красный клён морозоустойчив, не требователен к влажности почвы. На своей родине, в Северной Америке, он считается одним из самых засухоустойчивых клёнов. В то же время, это один из немногих видов, который растёт на затопляемых почти болотистых почвах. Хотя для лучшего роста ему нужен рыхлый, воздухопроницаемый грунт и солнечное место. Наиболее интересные сорта красного клёна – октобер-глори, листья летом глянцевые, зелёные, а осенью малиново-красные. Или редсансот – дерево с овальной кроной, богатой палитрой осенних красок, от оранжево-красных до чисто красных. А насколько хорош Амстернг с пирамидальной кроной? В этот список клёнов нельзя не добавить сахаристый клён. Не путайте с сахарным. Пусть его осенняя окраска жёлтая, традиционная для нашего региона, но у него очень ажурная крона и изящный лист. А зеленокоры… Представьте себе ствол с корой зелёного цвета и белыми продольными полосками. Это растение украшит вас участок как в летний, так и в зимний период. Есть ещё несколько видов клёнов с такой же эффектной корой. Их относит к группе змей-коров клёнов. Но у нас зеленокорый зарекомендовал себя лучше остальных. У нас с вами неплохо себя чувствует ложно-платановый. Он имеет достаточно много сортов с необычной окраской. Но, если честно, я не очень его люблю. Дерево смотрится очень массивно, а сорта, как правило, слишком вычурные. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Вы думаете, это всё? Нет. Видовое разнообразие клёнов достаточно велико. И о каждом виде можно говорить до бесконечности. Не все клёны великаны, достигающие 10 метров. Есть и более мелкие. Так клёны могут иметь кустовую форму. Это клён генала. Патарский клён, который, увы, встречается только в городских посадках. А осенелисный клён. В южных регионах его многие считают сорняком. А экологи хватаются за голову. Он очень быстро разрастается и вытесняет местные виды. У нас с вами он ведёт себя более скромно. А фламинго давно завоевал сердца наших садоводов. Представьте себе, весной дерево покрывается нежно-розовыми листьями. Затем лист становится зелёным с белой каймой. Так что и у нас может получиться отличный праздник клёнов. Не хуже, чем в Апонии. На этом всё. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Приезжайте к нам в садовый центр. Оставляйте комментарии. До скорых встреч.